Я-то работала, поэтому... Только проблема, что с детским садиком, у нас 39-й садик, у нас всего лишь 3 человека ходило. С этим, да, проблема была, что ребенку нет. Ну, конечно, проблематично для ИП, что закрыто, и все, и не вырыжки, ничего, государство. Только в Москве. У нас работа по записи, люди приходят. Все хорошо. Вы работаете? Мы работаем, да. Я не работаю, я вообще-то из деревни. Очень сильно ощутили. Как? В худшую сторону. Ощутил. Вот жду, все. Вот нету ни ваншруток, никого. Минусы, что я дома нахожусь, а не в университете. Как бы мне не особо это удобно, потому что у меня диплом идет, а непонятно, что у нас, как. Ну, а так, не знаю, особо нету никаких минусов. Если к бабушке поехать, так же могу спокойно поехать. Ну, только избегаюсь, стараюсь, чтобы не было полных автобусов. А так, нет. Только сейчас народу почему-то больше стало, чем было. Нет. А я не работаю, я пенсионер. Работаю. На вас это не отразилось? На нас это не отразилось. В основном плюсы. Мне вот две недели дали, ну, как бы на работе, как многодетная мама, мама трое детей у меня. И вот сын на карантине был, я сидела с ними, как бы, как бы плюсы это общение с родными, с мужем. Потому что в такой, скажите, обычные дни не получается работа, дом. Конечно, минусы кругом. Какие плюсы-то? Путем все не работает, ничего нет. Врачей все равно много нету. Поэтому как? Все, ну, все в пределах разумно. Все равно надо быть, как сказать, более сознательным, наверное, дома сидеть. Мы пенсионеры. Мы сидим дома. Теперь только единственное, что это самое, магазин, приходится много просить. Плюсы, конечно, что мы посидели маленько дома. Если один живешь, как быть? Берешь рюкзачок и пошел продукты, набрал на неделю, сидишь полностью. Я не работаю, я на пенсии, я не ощутила. У больницы ажиотаж с этим коронавирусом, а так сильно ничего особенного. Ну, вот сегодня первый день вышло, как говорится, заплатить за свет. Старайтесь дома сидеть. Да.